Армяне. Алиев создал впечатление, что мы проигравшая сторона. «Соместное шоу Пашанян Алиев оставило тягостное психологическое впечатление для нас», пишет армянский эксперт. В субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялись открытые дебаты между президентом Азербайджана Альхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашаняном. Это были первые публичные дебаты между лидерами Азербайджана и Армении. Кроме того, впервые в истории Мюнхенской конференции на одной сцене оказались руководители двух соседних государств. Панельные дискуссии по армяно-азербайджанскому конфликту вызвали широкий резонанс как в самом Азербайджане, так и в Армении. СМИ отметили тот факт, что на протяжении 45 минут Ильхам Алиев говорил увереннее и убедительнее, чем Пашанян. В частности, армянский политолог Андраник Тыванян, комментируя дебаты на своей странице в Facebook, пишет, что поведение Алиева, его поза, периодическая усмешка в адрес Пашаняна, когда Пашанян с энтузиазмом изобретателя велосипеда говорил о своей микрореволюции, создавали впечатление, что в войне проигравшей стороной были мы. Даже министр иностранных дел Азербайджана Мамедяров позволил себе посмеяться над выступлением Пашаняна, что было демонстрацией неуважительного отношения к руководителю нашего государства, то есть к нашему государству. Виноват в этом Пашанян, который позволил так с собой обойтись. В Мюнхене стало видно, кто и как ведет себя за кулисами, кто диктует, а кто проваливается. Далее Тыванян пишет, что азербайджанская сторона использовала свои формулы, повторяющиеся десятилетиями. Пашанян, очевидно, не был готов и ощущалось, что кроме его пустой формулы, урегулирование конфликта должно устроить три народа – Армения, Арцаха и Азербайджана. Ему нечего было сказать. Необходимо констатировать, что переговорные требования Алиева в очередной раз прозвучали и в очередной раз не прозвучали требования Пашаняна. Официальный Баку увидит Карабах в составе Азербайджана, хочет вернуть азербайджанцам Шушу и другие населенные пункты. Всего этого Алиев согласен достичь поэтапным вариантам – возвращения освобожденных территорий, заселения депортированных азербайджанцев в Карабахе и т.д. Пашинян на соколином фоне Алиева пытается выступать в роли голубя мира, чтобы набрать очки в глазах Запада, но это бессмысленное и опасное занятие, тем более в Мюнхене. В завершение армянский политолог отмечает, совместное шоу Пашиняна Алиева ставило тягостное психологическое впечатление. Международной аудитории можно было представить руководителя страны, обладающего знаниями и уверенностью. Пашинян, выступающий перед международной аудиторией с таким запасом и с таким имиджем, вновь доказал, что костюм главы государства слишком ему велик. Дорогие друзья и патриоты Азербайджана, не забывайте ставить лайк видеоролику и подписываемся на канал. Всем удачи и хорошего настроения.